Вечер добрый, уважаемые! Вы слушаете свое радио. Надеюсь, вы сейчас так же, как и мы, соскучились уже по прямым эфирам. Все-таки праздники затяжные. С одной стороны, хорошо, когда можно 10 дней, что называется, валяться, есть от пуза и ни о чем не заботиться. С другой стороны, конечно, это расслабляет. Ну и сейчас мы такие вальяжные, расслабленные, попытаемся, знаете, как в том анекдоте, попытаемся со всем этим взлететь. Ну, по крайней мере, мы постараемся сделать все возможное, чтобы взлет получился и получился достойным. Как обычно, с понедельника по пятницу, 5 дней в неделю, с 8 до 10 в прямом эфире на своем радио в программе «Живые люди, живые музыканты», с которыми мы живо беседы беседуем, песни они свои нам замечательные поют. И сегодня для многих из вас, я убежден, будет замечательное знакомство. Почему замечательное? Потому что это знакомство стало замечательным и для нас. Причем очень неожиданно. Благодаря одному очень известному человеку, которого зовут Кирилл Немаляев, мы познакомились с коллективом, который нынче здесь. Традиция у нас есть, традиция давнишняя. Прежде чем мы начинаем беседы беседовать, естественно, хотелось бы, чтобы все музыканты уже оказались в студии, и мы могли бы что-нибудь сыграть. Ладно, пока что вот, потихонечку все собираются. Я, тем не менее, сообщу вам, что писать можно на смс-портал, к примеру, 4647, коротенький номер, там все просто, пишите свои, пробейте, а дальше ваши сообщения. Это и вопросы могут быть, и эмоции, и впечатления, в общем, делитесь всем, что есть. Есть группа, официальное сообщество ВКонтакте, там все давным-давно понятно, и фоточка выложена, и название коллектива. Ну, традиция есть традиция, пока я не произношу это словосочетание. Там, в любом случае, кликните на синюю ссылочку, окажется на них в сообществе, а там надо пополнять сообщество. Маленькое оно пока что, несправедливо маленькое, и по мне, так оно должно быть в разы больше после сегодняшнего эфира. Надеюсь, оно пополнится значительно. Итак, все собрались? Можем. Как всегда, живой звук в программе «Живые», пусть это первое произведение, которое они сыграют, станет в некотором смысле музыкальной заявкой, чтобы вы понимали, о чем сегодня поют эти музыканты. Погнали? Ну, уже можно. Кто-то носит каски, кто-то носит очки, кто-то живет, как будто в сказке, кто-то курит бычки, кто-то слушает дурку, кто-то слушает джаз, Кто-то за родную бутылку, вот сейчас пол жизни отдаст, а я как слышу барабаны, так не с пулы сводит, Потому что фанки-мьюзик наглухо заботит, как растусь, играю, фанты, брею, угораю, Всех вокруг огнем безумным сходу заряжаю. Вставай, просто танцуй, прыгай небо, вставай с нами, танцуй. Вставай, просто танцуй, прыгай небо, вставай с нами, танцуй. Злопаем круто и сморняк подставим Най накидала баламут и пляжу танк с простой Чуть за кучей ряблю, ладку развалю Танцевать тебя составлю под тип, который люблю Ты танцуешь так красиво, я служил стрелой И наполнен позитивом здесь, сейчас с тобой И кто танки уважает, любит расколбаску С нами вместе зажигают, как в последний раз Вставай, просто танцуй, прыгай в небо Вставай, с нами танцуй Вставай, просто танцуй, прыгай в небо Вставай, с нами танцуй Субтитры сделал DimaTorzok Под фанки-мьюзик можно прыгать в присядку Если штаны не очень узкие, то получается вполне по-русски Если же вопрос рассмотреть подробно Под фанки жить вообще бесподобно Фанк отлично согревает зимой И зимний холод превращает в ноль Субтитры сделал DimaTorzok Фанк-фанки классно лепить пельмени Ведь фанк состоит из повторений Под фанки и водку пить отлично Ведь не секрет, что фанк ритмичный Еще от фанка можно тащиться Ведь фанк подразумевает счастливые лица Часлив не потому, что никто не умрет А просто потому, что сейчас их пьет Вставай, просто танцуй 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 Вставай, сегодня я в ударе, смотри-ка Константин Лиховит Правильно? Да, все правильно Всем привет, хорошего морозного вечера Саксофон в коллективе Бенарис Экспресс Ну и, наконец, барабанщик коллектива Как и любой барабанщик любого коллектива Он находится на своем месте На своей кухне У него собственный микрофон В котором он может говорить все, что хочет Когда нужно Когда лампочка горит Вот, Дмитрий Сланский Добрый вечер Добрый Если вдруг что-то захочется сказать, Дим Просто махнуть рукой достаточно будет Я включу микрофон, хорошо? Ну просто во время игры Микрофон тот Все загубит Поэтому мы его отключаем, естественно Вот это, собственно, и есть Бенарис Экспресс Друзья мои Я очень рассчитываю на то, что Сегодня То, что происходит сегодня в эфире Во-первых, первый Поздравляю, кстати, с Новым годом Наступившим уже всех Лично у меня не было такой возможности В шестнадцатом году мы Впервые Вышли в эфир сегодня Будем надеяться на то, что Это первое знакомство Ну, если хотите, заложит Хороший, добрый, плотный камень Знакомств в этом Новом уже шестнадцатом году Потому как на этой неделе Помимо сегодняшнего коллектива Еще есть коллективы С которыми вы будете знакомиться Вот уже на этой неделе Ну и далее Обещаю вам знакомство со знакомством Очень хотелось бы надеяться Чтобы эти знакомства были Исключительно добрыми Хорошими и долгоиграющими Как называлось, Дим Как называлась первая вещица? Двигая небо Логично Программная вещь Абсолютно логично Абсолютно логично Я думаю, сейчас надо что-то еще сыграть А потом мы уже будем Более-менее подробно Общаться про коллектив Ладно? Ну давайте В силу того, что Новый год же Новый Мы про эту песню спавим Окей Как всегда, живой звук В программе «Живые» Здесь сегодня Бенарис Экспресс Погнали Новый год Новый год Начинается Новый год Начинается Новый год Новый год Улыбается Новый год Улыбается так Словно вес Состоит из конфет И чудес И как будто Откроет секрет Как научиться Летать Летать Не снижаться Любиться Наверное Скажет нам Новый год Новый год Новый год Обещания Новый год Новый год Пожелания Новый год Я желаю тебе В этот год Лишь приятных забот И хлопот А потом еще тысячу лет Да так, чтоб хотелось И пелось Жилось И моглось Чтобы каждый день Был Словно Новый год Новый год Новый год Новый год Я желаю тебе Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дим, ты можешь немножко опустить микрофон Одного из альбомов? А то тянешься, как жирафик Неудобно Вот, ничего, осанка С кварталом мы записывали Вход для посторонних Был такой альбом Замечательный альбом Да, это вот По-моему, он первый был В котором Соня Акран появилась Вот А для Веббанка я делал тестовые Какие-то ремиксы В результате там Как сам продюсер? Да, просто Как бы мне предлагал Да Александр Феликсович Как бы не решился тогда Ну Сейчас Так это и не вышло А для Машины Времени Я делал альбом ремиксов Мегамикс Такой был в 96-м, что ли, году Такой Небольшой Из пяти Из пяти треков Альбом А Коля Рутюнов Собственно, на моем альбоме Сольном Альбоме Приход 99-го года Он со мной спел дуэтом Песню Собственно, Приход Да И чудесно мы с ним Вот посотрудничали в этом Надо отметить Я горжусь этим Что после работы Со мной Он стал фанкером А как в этот список Зачесал Стоящее Минаев А с ним мы начинали Вообще Работать Я с ним проработал Пятьсот концертов В качестве кого, прости? В качестве клавишника Ему Руководителя Его группы Товарища Минаева Группы У нас был живой коллектив Мы с ним Вот два с половиной года Проездили по всем городам И весям Ну, я понимаю Что он был безмерно популярен Ну, да Это начало девяностых Самое Безмерно популярен Те самые лихие девяностые Мариновые пиджаки Работали строго Дворцы спорта В общем Да, единственное Я думаю Единственная проблема Была в том Что у вас не было двойников Как, например, у Ласкового Мая Так, чтобы по всей стране Сразу свои еще бульсы Раскидать Когда пришла идея Потому что я знаю Что группа Бедеринских пресс Не так давно Образовалась Как коллектив Вот, как некое Содружество музыкантов Сколько времени Коллективу Коллективу меньше года Меньше года Да Но для того, чтобы собраться Ведь нужно было Этих музыкантов Во-первых Откуда-то вычленить Да Ну, молодых, симпатичных девушек Вычленять проще Я понимаю Приятнее А, скажем Взрослых Осанистых И уже таких опытных Мастодонтоподобных мужчин В хорошем смысле Мастодонтоподобных Имея в виду В качестве музыки Это сложнее Да Расскажи Как это случилось Ну Двое Самые мастодонтные Из этой компании Со мной В этой упряжке Уже Шестнадцать лет Примерно Такой грустью Он закивал головой Да, да Мы так давно Знакомы Да И Еще в первой Инкарнации Вот когда у меня был Сольный проект И Дмитрий Сланский И Петр Дольский Участвовали В этом воплощении Вот И мы чудно Поработали в конце 90-х Немного Но приятно Вот И поэтому Когда Я стал писать альбом Все началось С альбома Я даже не думал Поначалу Команду делать Какую-то там Собирать Вот Но Когда писал альбом У меня Не возникал вопрос Кого позвать На барабаны И Кого попросить Сыграть бас-гитару Да То есть Это Было абсолютно Однозначно Вот А А все остальные Прекрасные люди Которые здесь находятся Вот эта чудесная молодежь Это Те люди С которыми мы Наверное Последний Вот уже Год В основном Да Мы познакомились Год-полтора Просто так Судьбе было угодно Чтобы Мы каким-то образом Сходились С кем-то на студиях С кем-то На концертах С кем-то просто По рекомендации Да И в результате По-моему Получилось очень здорово Скажи тогда Как ты определяешь Например Понятно что Музыкантское ухо Оно всегда слышит Как играет Тот или иной инструмент Или инструменталист Давай так Да Как играет тот или иной исполнитель Но Вот как например Отличить Хорошего саксофониста Давай вот так Слегка Нет нет Ты хороший Хороший Костя хороший Ты хороший Как отличить хорошего От плохого Или от не очень хорошего Или как бы Как отличить Из двух хороших Саксофонистов Кто круче Тот кто не опаздывает Куда Никуда На репетиции Да и на концерт Именно по этому критерию Получается Ну если они равны По музыкальным данным Да То как бы Лучше тот кто не опаздывает Почему спрашивай Потому что Ну извини что Я тебя привел в пример Это так только Вот просто глаз Скользнул в эту сторону Очень часто бывает Всегда почти так бывает Когда музыканты Собираются в этой студии Все друг друга любят Ну понятно Что плохих музыкантов Ну человек не позовет В коллектив Вот у нас лучший басист У нас лучший гитарист У нас лучший Приходит другая группа У нас лучший басист У нас лучший гитарист Я думаю Ну конечно они все хорошие Но как определить Кто лучше Как собственно говоря Лидер Из какого-то количества Если бывают Такого рода вещи Как отбор Выбирает того или тех Кто действительно круче Тех кто не опаздывает Ну это конечно Шутка Это шутка конечно Да Ну Я рад что Вот сейчас Ты можешь почувствовать Что такое По-настоящему Самый лучший басист Самый лучший барабанщик И сравнить со стальными Просто Я не хочу никого обидеть Ну и из ваших музыкантов Но были в этой студии Очень хорошие Да конечно Я о том что Это только опытным путем Только вот это Это по жизни Ты его слышишь И ты понимаешь Он дает тебе Ту линию Которая тебе соответствует Ну вот Твоему внутреннему Чувствованию Возможно Другой басист Играет не хуже Да Просто вот Мне нравится Допустим Как Петя Строит басовые линии Они близко к тому Как я это чувствую И поэтому Я знаю что Если он будет играть Линии которые Я им показал Он ее только украсит И сделает лучше Музыкальнее И так далее То же самое И Дима То же самое Ну вот Все музыканты Они все украшают Мою музыку Они все ее делают Лучше чем Она была задумана Задам провокационный вопрос Ты первый Из всего Всего множества коллективов Которые здесь были Ну ты человек взрослый Опытный Более того Уже много-много С кем переигравший Да А если Опять же Тебя лично это не касается Я сейчас обращаюсь Твоему басисту Ничего личного Если вдруг Ну вот на секундочку Ты уже понятное дело Все сказал О том какой он клевый Я кстати сказать Спорить с этим не буду Вдруг приходит к тебе кто-то Кто на ушко Тебе шепчет Есть такой басист шикарный Твой клевый Да Ну есть такой шикарный Ты его слушаешь И понимаешь Черт а А ведь действительно Крут Зараза И как тогда Или раз уже женился Ты живи Ну я же не случайно Столько лет музыкой Занимаюсь И я же смотрю Музыкантов в Москве Какие есть Я знаю Кто как играет Ага Конечно То есть эти все находятся В общем в подвешенном состоянии Я так понимаю Эти все люди В топе у меня Ясно Московский топ В общем понятно Понятно что уже Коллектив сложившийся Несмотря на то что год Да около года Ну у нас презентация Только в мае была В мае А так сколько же времени Ты прошла Совсем ничего Полгода коллективу Совсем чуть больше Больше полугода Но тем не менее Много уже сыграно вместе И пусть даже молодые ребята Который назвал их молодежью Хотя профессионально Они уже давным-давно Старички В хорошем смысле Потому что То что я слышу Сыграно было В первой Во второй вещах Это Это подарок судьбы С такими музыкантами Быть в одной команде Я полагаю Для любого музыканта Давайте дальше пить Что это будет Ну спросим друг у друга Как твои дела Давай У нас пока хорошо У нас тоже Кстати замечательно Как всегда Живые зубы В программе Живые Здесь сегодня Бинарис Экспресс Погнали Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Иди, стань моею снова, Чтоб в груди При заметных словах Жду тебя при любой погоде Ты одна, сияешь мне на звездном небосводе Как твои дела, как твои дела Живу тебе быстрее, где же ты была, где же ты была Ждал, наверное, вечно, что тут рассуждать, воля кабала Когда во снах я вижу тебя, только тебя Как твои дела, как твои дела Живу тебе при встрече, где же ты была, где же ты была Я жду, наверное, вечно, что тут рассуждать, воля кабала Когда во снах я вижу тебя, только тебя Только тебя Только тебя Я жду тебя, как твои дела 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 Как твои дела, как твои дела Я жду тебя, как твои дела Я жду тебя, как твои дела Я жду тебя, где же ты была Я жду тебя, как твои дела Я жду тебя, как твои дела Как в том анекдоте про Владимира Ильича и Зижинского Помните, да, я же говорил, Филикс Адмилович, нифига работать не хотят Брат, сколько ж можно отдыхать Такие длинные праздники, мне кажется, только в России возможны Более того, за это время, что было Эта ночь, которая была с 31 по 10 Она была очень тяжелая, затяжная Кажется, мне пора просыпаться уже Приходите в себя, пожалуйста 4647, это короткий номер для СМС К ваших началу свои, пробел Дальше все ваши сообщения Опять же, это могут быть эмоции, впечатления, вопросы Какая замечательная музыка, просто заслушалась Пишет Анна Соколова Ну да, вот Именно ради этого вы и присутствуете здесь, чтобы заслушиваться В группе ВКонтакте также выискиваем ваши сообщения И, кстати, я забыл сказать, что можно видеть все, что в этой студии происходит Для этого вам нужно зайти на сайт своего радио Своерадио.фм Там сверху вы увидите плеер, он такой длинненький В нем слева онлайн-аудио Это чтобы слушать онлайн-видео, чтобы смотреть справа с синим кружочком Вот именно такой длинненький, да Кликаете на синий кружочек и получаете картинку, которую нам представляет Планета.ру Чудная совершенно краудфайдинговая платформа Там, помимо всего прочего, есть чат, в котором можно отписываться Также чат есть на сайте, там просто написано чат По-моему, не забудитесь, просто и понятно Пишите всюду, отовсюду пытаемся выискивать ваши любопытные сообщения Прекрасное начало года, пишет Светлана Коваленко, прекрасное А Максим Васильев, текст прикольный Вот, кстати, что касается текстов Ну, твои понятные тексты, да? Ну, не все А, какие такие не все? Ну, часть песен, вот, еще предыдущего, скажем, периода До Бинаросовского, но которые мы сейчас с Бинаросом исполняем Написано на слова Карена Ковалеряна Так Вот, а, собственно, это единственный мой соавтор по песням А так, в общем, сам? Да, вот последнее время, вот весь последний альбом Пришлось самостоятельно Я вначале к нему обратился Звучит как-то так Я, честно говоря, к нему обратился Он сказал Димон, не пудри в мозги, ты сам все умеешь Давай уже, хватит Ну, и пришлось Понятно Ну, в общем, мне кажется, неплохо так Пришлось и к музыке пришлось А, кстати, что касается музыки и текстов Что обычно рождается раньше? А по-разному По-разному? По-разному Прежде всего, мне кажется, настроение рождается какое-то А потом оно уже обрастает какими-то смыслами Начинаешь понимать, какие слова к этому привязываются А какое еще настроение к этому привязывается И вот как-то так, эмоционально скорее Стартует по-разному Иногда мотивчик какой-то А иногда словосочетание И сразу пошел текст И сразу пошел И музыка сразу пошла Ну, вот, да Вот можем сейчас прямо вот показать, как это будет Давай, покажи Ну, собственно, живой звук Ты имеешь в виду? Я думал, ты хочешь как-то отдельно показать Отдельным номером, что ли Как бывает Просим, просим Просим Нет-нет, ну, хорошо, я готов Как называется следующее произведение? Оно называется Еду по Волге Как всегда, живой звук в программе Живые Бенарис Экспресс здесь сегодня Поехали Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дан Океан Дан Океан Дан Океан Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дан Океан Дан Океан Дан Океан Дан Океан Дан Океан Дан Океан Еду по Субтитры создавал DimaTorzok И доберусь до океана Смех и грех Иногда такие ассоциации рождает музыка Удивительная совершенно И даже не догадываешься, откуда эти ассоциации берутся Откуда у них ноги-то растут Я вдруг подумал, что подобная музыка Ну вообще, джаз, соул, фанкт, фьюжн В советское время Она была запрещенной музыкой Потому что это музыка буржуазная Музыка толстопузых, так сказать И ее, в общем, как-то особо не пускали Я вдруг представил себе Как можно было бы Как можно было бы сломать стереотипы И заставить тех людей, которые принимают решения И ставят разрешение или запрет Если бы эту песню слегка Ну, слегка, совсем слегка Подкорректировать, знаешь, подстрочный перевод такой Еду на Волге А дальше подстрочником Замечательная машина советского автопрома Еду на юг Еду в Сочи Лучший курорт в мире Все Тогда эта песня прошла бы любую цензуру Тогда бы ее начали крутить всюду На двух телеканалах Советского Союза Тогда всего-то это и было И на радиомаяк обязательно бы ее включали В самое топовое время Ну, собственно, песня была иллюстрацией К твоему вопросу Ответом на твой вопрос Когда ты спросил А как вот Вот как это получается Потому что ты ехал на Волге Я реально Реально Был на верхней палубе корабля Сергей Есенин Такой прекрасный белый пароход Который шел по широчейной Волге И я сидел под звездами И увидел этот костерок Вот тот самый костерок И попутный ветерок Ну, то есть оно все сразу само сложилось И вот это вот Смешная вот эта неправильность Что по Волге, да, еду Как это еду, да Ну, как-то это по Не по-морскому, да Как Не, корабли ходят Ходят, да А пассажиры едут Вот, в том-то и дело В любом случае Ну, вот, в общем Вот там был такой Такой комплекс впечатлений Что оно само все сразу сложилось И само пошло Ну, в любом случае, смотри Чтобы оправдать эту историю Когда ты так-так Прибыл на место И тебя спросили Ты откуда приехал? Ты сказал, конечно, откуда я? Из Москвы приехал к вам Если бы сказал, приплыл Сказали, нет В общем, надо ходить Плавает другое Ну, тогда я пришел к вам Тогда было бы совершенно непонятно Поэтому нормально Ты ехал Корабль шел Нет, не плыл Шел А ты ехал Все правильно Все очень логично 46-47 Это короткий номер для ваших смс Сначала свои Пробельщик А дальше все ваши соображения Которые имеете Это в данном случае Я имею, конечно СМС-портал Группа ВКонтакте Заглядывает туда периодически Народ в восторге Такие слова пишут Я тебе скажу Столько восхищения Тому, какая музыка Какая замечательная Какая теплая Что касается теплоты Той самой С одной стороны Есть масса примеров того Когда человек сам по себе Добрый, открытый Искренний Истово чистый По сути своей А музыка иногда у него Такая достаточно Ну, бронемир есть Такой исполнитель, да Чистейший душа человека Чистейший Если бы не забывался Иногда В нормальной жизни То, может быть Даже бы И слов не употреблял бы Никаких Вот А так чистейший Но музыка жесткая Мягко скажем Жесткая Это я так Смягчаю ситуацию А ты человек Как мне кажется Достаточно жесткий По сути своей Ну, по крайней мере Ребятам виднее Из того, что я вижу Посмотри Глаза прячут Видишь Видимо, жесткий Жесткий и требовательный И к себе В первую очередь А музыка Вся практически Такая Полетная И очень нежная Это что за противоречие? Да мы не добрались Еще просто А Такие Такие есть Что-то Пожестить немножко Нет, ну Я сейчас говорю Не о том Жесткая она В плане музыки Или нет Она по смыслам По текстам По глубинам Такая достаточно Проникновенная Кстати, сегодня Планируете петь? Надо поработать Обязательно Хорошо Это одна из На мой взгляд Вкуснейших вообще Историй Музыкальных Я сейчас говорю Не в вашем творчестве А вообще в принципе В музыке Мы ее на прощание Споем Чтобы у людей Был какой-то Повод завтра идти Работать Хорошо Хорошо, ладно Мы уже интригу повесили Тем, кто не знает Эту песню Будет уже любопытно Услышать Просто потому что Меня нацепануло сразу Причем с первой секунды Даже с того места Где еще и песни нет А только идет текст Про Дмитрия Перца Или это только в записи Так в концертной версии Такого не произносится Ну можем и сделать Хорошо Ты меня услышал Я надеюсь, что это Как раз правильное решение Потому что Сразу вбивает Определенный гвоздик Я когда начал слушать эту вещь Потом Так Это как раньше Еще в советское Не советское время Наверное Постсоветское время Студия Союз Представляет Да Очень близкая К этой штуке история Меня очень цепануло Так Привет Клавишные в начале Этой песни Чем-то напомнили Одну из композиций Супермакса Классный коллектив Еще вчера в премьерах Для себя отметил Однозначно В плейлист Владимир Сержон Написал Ну я вам открою Маленький секрет Тогда Может быть вы просто не в курсе У нас была акция Первый раз мы ее проводили Надеюсь будем делать Ну как я бы хотел Если будет много желающих Среди аудиторий Плейлист от аудитории Ну то есть Часовой плейлист От музыкального редактора Как бы сказать Любой слушатель Может стать музыкальным редактором Радиостанции На один час Люди знают Какие песни Крутятся в эфире Потому что они все Представлены на сайте Можно зайти Выбрать Любимые Полюбившиеся Типе композиции Составить из них Плейлист Прислать Мы уже его поставим В эфир Пожалуйста Человек Становится Звездой Ну Программным директором Нет Скорее не программным А музыкальным Музыкальным редактором Этого часа Остальные слушают Как-то делают Оценивают И так далее Последний плейлист Десяти дневки Вот этой выходной Был от меня Он был осознанно Иным Потому что я таким образом Попытался представить Ну хотя бы Приоткрыть занавес Того Какие обновления Ждут Радиостанцию В ближайшее время То есть На данный момент 350 коллективов В ротации Значит нужно Как-то что-то Корректировать Что-то добавлять Что-то возможно Убирать Не без этого Вот И я представил Свой плейлист Где нет ни одной песни Из ротации А только те Песни тех коллективов Которых я хочу В какое-то Обозримое будущее Запустить в ротацию Группа Бенарис Экспресс На секундочку Вот И кто-то Вот как Владимир Написал Что еще в этом плейлисте Дескать Она его зацепила Какая песня Не скажу Раз не слушали Значит и не надо Зато аудитория знает Какая это была песня Прелестный бенд Не люблю спрашивать Про название Пишет Максим Зверев Но вопрос Поставлю вот так Ну с экспрессом Понятно А вот что же Такое Бенарис Какой уже будет Вариант ответа Сейчас на такой вопрос Ну наверное Я возьму четвертый Тут такая история Бенарис Он же Варанаси Город В Индии И Это место В котором новые души Спускаются с небес На землю Вот Такая история И то есть Мы вот Как Каждый из нас Едет в этом Экспрессе Это как Символ Жизненного пути Да Куда-то В какую-то точку Где Происходит Некий Уже Там Подожди Если это город В котором Души спускаются На землю Да Ну видимо Они там И поднимаются Тоже Там вот Они сжигают Там вот эти вот На реках Да У них там Один из самых больших Крематориев Ну в смысле Ну вот Но почему Такая неромантичная Дама У вас Калит Ну что ж такое Так все красиво шло Крематорий Самый большой Самый крупный В мире Она романтично Произнесла эту фразу Ну что Ну хорошо Пусть так Я дождал Ладно Пусть это будет В общем Бинарис экспресс Путь в крематорий Путь к реинкарнации К реинкарнации Конечно же Давайте 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 не бояться Ничего Давайте петь дальше Что это будет Дин Это будет Гимн радио Да ладно Да Неожиданно Как всегда Живой зуб Программа Живые Бинарис экспресс Здесь сегодня Поехали Бинарис экспресс Бинарис экспресс И голове В экране Ты доверяешься слепо Ты смотришь НТВ И снова Пута каша В голове Ты смотришь МТВ И чак-нижак Пластмассовой любви Я знаю способ Как не топить Весь мир в крови Я достану Парабеллум И убью Твой телевизор Ты смотришь порно Хотя я и не уголовник Ты смотришь СТС И снова Пута мост Попал под пресс Ты смотришь ТНТ И снова Пута каша В чьё-то Декольте Пора покончить С этим В ритме Я достану Парабеллум И убью Твой телевизор Я достану Парабеллум И убью Твой телевизор Я убью Твой телевизор Я достану Парабеллум Я достану Парабеллум Пой, чай, пой, чай Я достану Парабеллум Я достану Я достану Парабеллум И дяну Твой телевизор Я достану Парабеллум Оу 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 я достану парабеллом, достану парабеллом, достану парабеллом Я достану пап 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 Я достану парабеллу и убью твою телевизор 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 Ну, когда красиво, тогда красиво. В общем, наверное, эпитетов никаких больше произносить вслух не буду. Пусть аудитория сама определяется. Ну, про радио же, про радио. Да, конечно, про радио, безусловно. Ну, а про что еще? Ну, а про что еще, может быть, эта песня? Про любовь, про радио. Про любовь к радио. Вот так. Что касаемо радио, я не помню, кто. По-моему, Юлия Усова вопрос задавала чуть раньше. Сейчас просто искать некогда, я запомнил смысл. Как узнали о своем радио? Там была какая-то прелюдия, какие-то варианты. Варианты, вот как музыканты-то узнали про свое радио, каким образом случилось это знакомство. Ну, я вначале... Спасибо. Вначале увидел на Фейсбуке просто... Зря ты не сказал об этом в самом начале. Ты ближе всех к двери сидишь, Миша. Узнал через Фейсбук. Вы, видимо, активно там проводите деятельность. Ну, мы стараемся всюду ее проводить. Я почему спрашиваю, подхватывая Усову, в данном случае, Юлию, почему спрашиваю об этом? Потому что, ну, мы говорили вкратце перед эфиром, пиариться нам, в общем, не на что. На самом деле мы стараемся как-то привлекать к пиару, скажем, соцсети. Раз есть эти соцсети, то в чем, собственно, ими не пользуются. Почему нет? На сегодня наша статистика показывает, что уже совсем мало осталось людей, которые вообще не знают о том, что такое радио есть. Не все понимают, что за музыка, потому что люди ленивы, инертны. Вот, кстати, что касается инертности публики, об этом тоже есть смысл подполковать. Но, тем не менее, уже подавляющее большинство людей хотя бы знает о существовании этой радиостанции. Для нас это важно, потому что мы не коммерческая радиостанция. То есть для нас не, ну, то сказать, заработки не во главе угла стоят, а музыканты во главе угла. Поэтому чем больше людей знает о радиостанции, и тем больше людей, возможно, перспективно, условно говоря, в будущем, может быть, не сразу будут знать музыкантов, которые сюда приходят, а это, в общем, наша цель. Почему я спрашиваю? Инертность. Кто те самые... Сейчас скажу. Пять тысяч зрителей каждый раз, когда вы даете концерты, которые приходят к вам, ну, минимум пять тысяч должно прийти на концерты. Ну, конечно. Такого замечательного коллектива. Так вот, а кто эти люди? Я так понимаю, что чаще всего вы у Козлова играете, да, Алексей? У Козлова, в связи композиторов, в клубе еще. Клуб Мецефорта. Мецефорта. Был еще Мюзик Таун. Был, был. Какой из них? Который... Какой из реинкарнации? Продопоповской. Понял. Так. Только успели, и он сразу закрылся. Очень многие так говорят. Почему-то многие себе хотят присвоить право последней ночи в этом клубе. Да-да. Кто-то... Я уже не раз слышал, что мы там только сыграли, завтра он закрылся. Да-да-да. Мы его закрыли. Это называется. Просто много реинкарнаций было, скорее всего. Да-да-да. И много раз он закрывался. Да, много раз переезжал. А ближайшие концерты когда? Ближайшие, к сожалению, у нас только через месяц. Ну и то. Всех ждем на День всех влюбленных в Клуб Союз Композиторов. Там произойдет наш чудесный концерт. Так вот, кто ваша публика? Ну, наверное, это, в общем-то, изысканные внутри люди немножечко. Немножечко, скажем так, да. Это люди, которые любят, как это сказать, крафт, кумст и прочее безобразие. В общем, аккуратную работу и изысканное удовольствие. Вот. И... Да и все. Мне кажется, что из тех людей, которые понимают, что такое качественная музыка, вот они все наши. Потому что люди инстинктивно чувствуют, что это как бы неплохо сделано и тянутся к этому. Вот опять же редкий случай. Когда в этой программе, в этой студии появляются коллективы, играющие изысканную музыку, такие есть, кроме вас. Вы должны это тоже понимать. Да, конечно. И я, глядя в глаза человеку, говорю, ты же понимаешь, что эта музыка не очень коммерческая. Кто ваш зритель? Я говорю, да все. Я всегда думаю, ну, почему же человек так то ли не смотрит в зрительный зал, то ли сильно переоценивает. Редкий случай, когда человек честен, как минимум понимает, кто его... Честно говоря, мне не хотелось бы, чтобы моей публикой были все. Вот я думаю, что общественное место, это место, которое рядом с вокзалом чаще всего туалетом называют. Очень бы тоже не хотелось, чтобы музыка становилась общественным достоянием. Нужно все-таки, чтобы у этой музыки был какой-то свой слушатель. Тем более, у такой изысканной музыки, это не я сказал уже, это твои слова, которую играет Минарос Экспресс. Я подтверждаю. Давайте закроем час какой-нибудь красивой вещью. Я уверен, что следующая тоже будет красивая. Уйдем на паузу. Я сейчас сообщаю тем, кто слушает, возможно, программу впервые. И потом вернемся в студию еще на целый час. Что это будет? Это будет пьеса, которая является заглавной на нашем альбоме и одноименной с альбомом. Она называется «Не слово, про любовь». Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые» и «Бенарис Экспресс». Поехали. Мы убежим Жаркая ночь, оба горим. Телу не вмолчь поговорим Про цветение хищных цветов Про секретные мысли китов И ни слова про любовь Не надо молчить После лета приходит зима И ни слова про любовь Не надо молчить Слова ты напишешь потом В свете луны Контуры телу Ты так хотела Я так хотел Буду с тобой Я сверхвозбудил Ну, а потом Если захочешь, поговорим О строении кельтских баллад Проглазать Что на небо Клятят И ни слова про любовь Не надо молчить После лета приходит зима И ни слова про любовь И ни слова про любовь Я, любовь, не надо молчить, Слова ты напишешь потом и сама. Я, любовь, не надо молчить, Слова ты напишешь потом и сама. Я, любовь, не надо молчить, Слова ты напишешь потом и сама. Ну что, давайте-ка продолжим-ка. Пауза была долгая, и поэтому хотелось бы начать сейчас сразу с песни. Что это будет на данный момент? Что это будет за песня? Это будет космическая песня про прогулки по Венере. Угу. Хорошо. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня Бианализ Экспресс. Поехали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ты взяла мой ключ от небесных кручь, И открыла им свои же двери. Ты моё вино, распахни окно, И начнём прогулку по Венере. Край за бредных снов, Небесомых слов, Так за кругом круг. Сделай этот шаг, Я тебе не враг, Я тебе не друг. Край за бредных снов, Небесомых слов, Небесомых слов, Небесомых слов, Небесомых слов. Искушение пробудет нас. Заблудись со мной, В чашине земной, Я люблю бывать, Где раньше не был. И кто здесь, кто там, Открывать сердцем, И смотреть на всё с карниса неба. Край за бредных снов, Небесомых слов, Небесомых слов, Так за кругом круг. Сделай этот шаг, Я тебе не враг, Я тебе не друг. Прогулки по Венере! Не говори, что ты и что ты, Не говори, с кем ты и где. В джунглях незнакомы планеты, Всё наугад. Это обрыв, но не омут, Здесь глубоко, но не тонут. Никому, кто этим не тронут, Не говори, с кем летала ты до зари. Край за бредных снов, Небесомых слов. Прогулки по Венере! Мы с тобой в свободной атмосфере Прогулки по Венере! Ну, вернёмся, пожалуй, мы к мысли, или вернее к фразе, которую ты обронил, а я её подхватил просто потому, что это справедливо, о том, что эта музыка, ну, не для всех. Это музыка для людей, у которых что-то есть за душой, что-то есть, возможно, в голове. Ну, хотя бы уже потому, что музыка не просто построена, это не чашка кофею. И совершенно очевидно, что эта музыка не коммерческая. Если уж на то пошло, я задам вот какой вопрос. Музыкант — это состояние души. Музыкантом не может стать человек по разнарядке. Вот, допустим, всё, я решил стать музыкантом, я пошёл играть музыку. Ну, он так её и будет играть, собственно, как пошёл. Ну, Серёга мимо проходил, мимо приходил, мимо и прошёл. Ну, в общем, правильно сделал, что прошёл, нечего останавливаться. Музыкант — это состояние души, это часть жизни, причём очень большая часть и важная часть. И душевной жизни, и духовной, в том числе, жизни, и человеческой жизни, ну, во всех отношениях. Если столько лет... Давай так, я сейчас смягчу. Начинал ты вообще с коммерческой музыки? Ну, давай вспомним о Товиче Минаеве. Дальше... До него было ещё совсем не коммерческое. Это как? Ну, у меня ещё была группа до этого. Когда мне было 18-20 лет. Ну, разве это группа? Это была группа, ничего себе. Была группа с дудками даже. Ладно, ладно, я шучу. Что за группа-то была? Она называлась Ботало. Как? Ботало. В общем... Ну, в переводе на английский это ковбел, в принципе. Ну, или коровий колокольчик. Ну, понятно. Хрень редки не слаще, да. От Ботало к Беннер-экспресс. Беннер-экспресс, да, нормально. В общем, человек с таким сознанием удивительным. Хорошо, хорошо. В любом случае, дальше была музыка коммерческая. И машина времени, в общем, в какой-то период после того, как они были закрытыми в советские годы, потом, в общем, тоже достаточно коммерческая музыка. Ой, да, особенно то, что я делал, это там совсем... Тем более, да. А в итоге ты пришёл к музыке, ну, мягко скажем, совсем не коммерческой. Это что? Это самоунчижение, может быть, себя, как человека, зарабатывающего на музыке? Да, наоборот. А как? Это открытие себе ворот. Это, наконец, позволить себе роскошь играть ту музыку, которая нравится. Хорошо. А жить на что? Это хороший вопрос. Я знал. Я готовился. Ну, вот, если ты посмотришь, все вокруг вот улыбаются, да, вот, потому что для всех этот вопрос абсолютно... Открыт, да. Если уж ты в сегодняшние трудные времена назвался музыкантом, то, ну, в общем, это значит, что ты уже сумасшедший. Ну, как бы, нездоровый человек, да, и, значит, будешь делать всё, чтобы вот, как бы, этим и продолжать заниматься, да, ну, вот, это, как это сказать, ну, даже если совсем зарабатывать не будут, не будут эти люди, вот, которые сейчас сидят в этой комнате, они всё равно будут играть музыку. Да, ну, а заработать, ну, Бог даст, что-нибудь заработаем. Ну, опять-таки, взвешенная позиция, мне она дико нравится. Ну, хотя бы уже просто потому, что человек точно знает, чего хочет. Александр Антонов написал вот что. Я вам так скажу, моё мнение, петь блюз не на английском, а тем более по-русски, очень сложно, зачастую очень трудно. Чем отличается сложно от трудно, я пока не понял, но здесь неплохо получается. Есть что-то? Оценочка. Ну, есть что-то, что-то в этом. Уже хорошо. Есть. Ну, безусловно, когда человек понимает, что это сложно, более того, и даже это трудно, вот, но в том, что вы делаете, что-то есть. Это же клёво. Это же клёво. Это сильно. Чем отличается клёво от сильно? Ну, тут можно, да, поискать в семантике, пекапаться, да, и понять, что разница есть. Теперь вот как. Если концерт, я так понимаю, следующий концерт через месяц, да, получается? Как часто вообще концертируете? Ну, сейчас не так часто, как хотелось бы, честно сказать. Всегда хочется больше, понятно? Ну, да. Ну, сейчас где-то, ну, один, два, три раза в месяц. Всё-таки получается? Да, да. Ну, вот уже в январе уже было два концерта у нас. Ну, это клёво для коллектива, которому года нет-то. Ну, да, в принципе, это же. Это клёво. И имя пока что не такое раскрученное, чтобы сразу бах, и все сразу поняли, что это. Понятно, что совсем некие слова сработает менеджмент в таком случае. Надо сказать доброе слово. Надо сказать доброе слово. Скажи доброе слово. Андрей Галенко, наш менеджер, трудится день и ночь. И даже сейчас не ест практически. Практически, да. Не спит. Но я гляжу на него и понимаю, что он ест очень редко. Да, да. Практически не ест, да. Он питается байтами. Судя по всему, да, то, что зарабатывают на этих двух-трёх концертах в месяц, он вам отдаёт. Экономит на себе. Это правда, да. Но доброе слово сказать нужно. И ещё, я думаю, что есть смысл, и более того, есть справедливость и правильность в том, чтобы сказать доброе слово звукорежиссёру программы «Живые» Сергей Дебальский. Звук, который вы слышите, это его работа. Ну, понятно, что я всегда говорю и подчёркиваю, звукачи со мной соглашаются, что если музыканты играют хреново, извините за слово, то и никакой звукорежиссёр ничего не вытащит. Вы делаете своё дело замечательно, и ему остаётся только так, пальчиками двигать. Ну, по-моему, нам всем очень комфортно. И всё получается хорошо и красиво. Ну, давайте двинемся дальше. Что это будет? Грустная песня «Запах разлуки». Как всегда, живой звук в программе «Живые» здесь сегодня на Беннелес-экспресс. Поехали. Бывает. Грустная песня «Запах разлуки». Ты душевно здоровая, и красивая, и весёлая. Я смотрю на тебя, и мне не верится, что история вдруг закончится. Души расковыряются, слёзки в глазках опять покажутся. Уходи, чтоб не мальца, чтоб не париться, не обвариваться. Улетай, быстрей птицей улетай, чтобы крылья не обжечь, пламени каста. Уходи, поскорее уходи, и с собой уноси запах разлуки. Говоришь, всё устраивает, всё нормально, мол, что ты бесишься. Только зуд изнутри сводит судорогой, расъедающей, обессиливающей. Мы с тобою срастаемся, кувыркаемся, превращаемся. Но как нефть и вода, мы как ночь и день, так с тобой не смешаемся. Улетай, быстрей птицей улетай, чтобы крылья не обжечь, пламени кастра. Ух, тебе всё понятно объяснить, если ты не чувствуешь этот запах разлуки. Улетай, 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 улетай. Как тебе всё понятно объяснить, если ты не чувствуешь этот запах? Сапах разлуки. Улетай, улетай, улетай. Спасибо, Володя. Он сейчас просто всем вам и мне дал понять, что эта песня уже закончилась. 46-47 — это короткий номер для ваших смс. Сначала свои, пробельчика, а дальше ваш текст. Все же хотели бы адресовать коллективу как эмоции, так и ваши вопросы, возможно, которые возникают. Вот здесь обнаружил сообщенец, и не могу его не зачесть. Ирина Мирзуитова вот что пишет. «Хороши, как всегда». Ну, это кто-то из ваших поклонников или поклонниц. Но жаль, — пишет она, — что в студии сегодня не весь состав, что на фото. Как жалко, что мы так и не послушали начальника транспортного цеха. Кого-то не хватает, судя по всему. Не тот микрофончик. Начальник транспортного цеха, да. Он сейчас отсутствует. С нами нет сегодня Бориса Голика. Так, чего так? Так получилось, что вынужден был уехать в другой край нашей необъятной страны. И там находится сейчас по своим неотложным делам. И не смог с нами сегодня. Уважительная причина. Уважительная. Все, тогда мы снимаем с повестки дня этот вопрос. Причина уважительная. Он, надеюсь, слушает эфир? Ну, как минимум, хотелось бы. Как минимум, слушает. Может быть, даже подпевает. Как куда же ему деться-то? Но, само собой, мне кажется, когда человек работает в коллективе, оно так и подпевает, как вы слышите. Просто было бы любопытно, если бы он отписался, например, из того самого дальнего уголка страны. Чего там, как там, все ли нормально. Обычно же музыканты, играющие в студии, реагируют не на слова ведущего, который говорит, да все классно звучит, ребят. Не на слова продюсера, который говорит, да все хорошо, а на слова своих коллег, которые напишут, да все клево. Не дай бог, Боря напишет что-нибудь плохо. И гитарист скажет, что-то гитарки маловато. Да-да-да-да-да-да-да. Обычное явление. Особенно для гитаристов, которые привыкли играть так, чтобы комбарь в... А я что, ну нормально, комбарь в жопу дует, да? Вот это не мой термин, не я придумал. Так вот, как-то так, музыканты, играющие музыку потяжелее, любят, чтобы оно дуло. Непонятно зачем, но дует ему хорошо. Но у нас вот Борис обходится без этого. Так он и играет так, что, в общем, можно и без дула обойти. Если он играет, это изящно. Это же красота, красота. Давайте-ка вот что. Мне интересно стало вдруг неожиданно перейти на тему, которая не касается музыки. Почему-то с умными людьми. А давайте. С умными людьми, да. Всегда хочется о чем-то более, может быть, высоком говорить. Вот если так порассуждать немножечко, даже не о смысле жизни, это, наверное, было бы глупо сейчас об этом говорить, потому что у каждого свои понятия смысла жизни, любви и всех остальных таких основных серьезных понятий. А если говорить о результате, том результате, которого человек хочет добиться в жизни своей. Очень часто бывает, что где-нибудь так после 30 мужчина начинает задумываться, например, того, все ли он достиг, всего ли достиг, всего ли добился, чего хотел. Кто-то смело говорит, да, но у него же есть уже машина, у него же есть дача, жена и ребенок, все, да, всего добился. Другой человек, обладая, возможно, даже большим, ну, здравомыслящий, говорит, да нет, конечно, далеко не всего. Я еще не все стихи написал, я еще, может быть, не всю музыку исполнил, которую хотел. Я, может быть, еще не долюбил детей до конца, не отдал им всего, чего хотел бы душевного отдать. Может быть, и любимую женщину еще не до конца осчастливил, ну и так далее. Есть разные же позиции и композиции жизненные. Так вот, итог в чем? Ну, мне кажется, что вообще, ну, для меня лично, я про себя сейчас скажу, для меня лично цель это ничто. То есть как это? Ну, то есть, любая цель, будучи достигнутой, порождает новую цель, и это бесконечная череда целей, и мы всегда не удовлетворены. На мой взгляд, главное, чтобы путь был достойным. То есть, получается, для тебя дорога ценнее, важнее, чем какой-то результат. Конечно, однозначно. Потому что результаты, ну вот, условно говоря, есть такая хорошая поговорка, ничто не портит так цель, как попадание. Ну да, тогда перестаешь думать и мечтать о том, чтобы попасть, ты уже попал. Ну, тогда ставишь себе новую цель. В том-то и дело, что это бесконечная цепь. Получается, что ты в гонке все время, да? А это же и есть, наверное, смысл-то. Ну, весь смысл современного мира, да, как нас пытаются настроить на то, чтобы мы как кролики бегали все время и постоянно за новой целью, за новой целью. Не, а я же говорю сейчас не о цели, как о материальном благополучии, я говорю, о цели, это может быть даже творческой, человеческой цели. Разве это не может быть хорошо, когда одной целью добиваешься, ставишь себе другую? Ну, я даже не знаю, но, наверное, хорошо, когда они возникают. И когда, ты знаешь, я, наверное, не сам их ставлю, они, я слушаю просто, слушаю и понимаю, откуда они появляются, скажем так. Это Костя так нервничает, когда он так делает? Нет, это я конденсат. Я понимаю, он выдывает конденсат, самые, самые ценные слова, которые ты говоришь, он идет. Вот просто мне интересно, это он так нервничает или подчеркивает? Ну, он шалит просто. Шаловливый коллектив, я тебе скажу. Да, да, все любим пошутить. Нет, клево. Это клево. Я вдруг вспомнил, когда ты сказал о том, что цель, дорога интереснее, цель интереснее, чем результат. Один из моих самых любимых анекдотов, я его столько раз рассказывал, он коротенький, очень его люблю. Он как раз подчеркивает эту мысль. Вы думаете, почему у меня пятеро детей? Вы думаете, я так детей люблю? Нет, мне сам процесс интересен. Так вот, процесс, процесс жизни как раз и есть в том, чтобы он, мне кажется, доставлял радость. Когда результат достигаешь, все равно, вот по себе могу сказать, алверды такое, да, когда какая-то цель, что ли, опускает целюшка, потому что большая цель все равно, она гораздо глобальнее, чем те, которые идут по пути к ней. Достигнута, все равно, скучно жить дальше так вот. Ну все, я все достиг, или там достиг, что хотел. Какую-то новую задачу перед собой ставишь. И это естественный процесс. Гораздо хуже, когда человек, я вот недавно смотрел по ящику, 21 год или 22 парню, сейчас даже не вспомню, но сын каких-то очень богатых и вполне себе денежных олигархов или полуолигархов, мальчик, который катается на дорогущем автомобиле, мальчик, который катается по всему миру, и в общем, ничего ему не надо, у него уже все есть. Я не знаю, даже учится он или фиктивно где-то учится, вот он рассуждал в каком-то из таких интервью, возможно, это был какой-то фильм об этих людях, молодых и богатых, он сказал, да как, к чему стремиться-то, ну все есть. Честно сказал, на голубом глазу, 22 года человеку, все есть. Обнимая какую-то очередную модель за то место, где у него должна быть талия, но он рядом с ней, карлик, вот, и поэтому чуть ниже обнимаясь. Все есть, к чему еще стремиться. Вот в этом и парадокс, мне кажется, общества, когда люди стремятся к чему-то материальному. Ну да, да. А ваша музыка рождает даже в этом человеке, мне кажется, немножко другие, открывая дверки-то. Хочется чего-то духовного. Глядишь, он руку повыше поднимет. Друг получится. Думаешь, вырастет? Руку повыше поднимет. Ну, в этом смысле, да. Может быть. Как всегда, живой звук в программе живые. Что у нас дальше? Дальше у нас другая песня. Как раз об этом. Как раз про это. О чем мы сейчас говорили. Очень хороший переход, то есть все, что было до сих пор, теперь другая. Ладушки. Генерация экспресс. Поехали. Другой костюм, другой табак, Другой парфюм, Другой кабак, Другие вкусы, Другие плюсы, А я торчу, Как шпала. Другой заплыв, Другой диван, Другой мотив, Другой капкан, Другие знаки, Другие враги, Другие враги, Я ж все торчу, Как шпала. Наверное, Кто-то осудит, Наверное, Кто-то поймет, Я знаю, Что может быть, Завтра не будет, А вчера знаю точно, Никто не вернет, Другие сны, Другой восход, Другой весны, Другой приход, Дает мне силу, Мой друг Ярила, Чтоб я торчал, Как шпала, Как шпала, Как шпала, С тобой родная, Я огневой, Я угораю, Я весь другой, Меня вставляет, Ребята знают, Когда торчит, Как шпала, Как шпала, Как шпала, Наверное, Кто-то осудит, Наверное, Кто-то поймет, Я знаю, Что может быть, Завтра не будет, А вчера знаю точно, Никто не вернет, Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok